привет сегодня я вам расскажу про алиэкспресс о продавцах на алиэкспресс о том как меня угораздило купить вот этот вот браслет я думал ты типа как-нибудь 2 только круче в нем фишка такая есть типа когда вы нажимаете на кнопочку если вам кто-то звонит вы можете вытащить вставить в ухо и поговорить с человеком поговорили ставили обратно сюда он у вас на руке постоянно плюсы ко всему он еще показывает время пройденный путь шаги километре калорий сколько вы сожгли но не стоит его брать история началась с того что я как-то был заложником одного видео на ютюбе один чувак показал такой же браслет мне понравилось да прикольно типа в ухе замучился гарнитуру таскать постоянно а здесь типа на восемь часов прошло прослушивание музыки и видео может смотреть до восемь часов чтоб звук шоу я думаю блин интересно почему бы не купить и всегда на руке будет вот потом он также говорит есть такая же тема как ухо вы типа не оттуда связали и вот если вы найдете в блютус блютус фитнес браслет с два в одном хуавей вот если возможно наберете так вот и так бы один хуавей вас что-нибудь выскочит вы увидите такую фигню похоже очень такую фигню там различия в хуавей только что отсюда зарядка идет опять я начинаю обозревать и же хотел про алиэкспресс рассказать какие там тетки у меня возникли с этим браслетом вот я всем продавцам у кого нашел такие браслеты я значит пишу чей бренд хуавей ком они все как по цену пишут нет это типа наш бренд в общем выяснилось что какой-то завод клепает вот эти штуки потом другие чуваки предприниматели их раскупают и заливая туда свою прошивку и вы когда будете на алиэкспрессе покупать увидите что у них в описании написано производитель разный вообще там хуйня-муйня там хуху пипи слов нет вот мне значит никто не ответил что это хуавей произойти я решил купить у одного чувака у кого написано хуавей я просто хотел деньги отмутить но так как никто из них не признался в сообщении что это типа хуавей бренд я купил знал что я по теме хуавей бренд я не могу в эти деньги назад все 100 стопроцентную стоимость я купил думала на хрен с ним мне все равно такой кажется нужен типа гарнитуры все дела пришел он ко мне я сделал видеораспаковку смотрю работает ништяк потом начал долго разбираться кое-как установил приложение телефон потом через два дня одно само с телефона это приложение удалилась не знаю каким образом ну это полное говнище в общем про спор алиэкспресс чем время идет а я уже никакой вы уже тоже никакие в общем забанили меня тут мой аккаунт непонятно почему у меня там еще телефон идет два телефона шло сегодня xiaomi получил белого цвета слава богу еще еще там товары едут довольно дорогие аккаунт мы забанили я значит чуваку вот этому пишу я сделал скриншоты с экрана что у него вот если вы здесь вот будем смотреть батарейка расположена в этом месте bluetooth а вообще нету значка здесь нигде когда были ставим я ему значит присылайте все скриншоты горы смотри ты мне продал товар который не соответствует описанию он такой давай пять баксов тебе типа дам типа ты спорить будешь открывать а я на самом деле спорта и так и так не могу открыть потому что мой аккаунт забанили он об этом не знает оказывается я за мной проверю знают ли продавцы забанить для вас аккаунт или нет я говорю нифига здесь пять баксов мало давать 10 на понты его короче беру у меня охота побольше требует потому что ну чё это 5 баксов то есть чем больше мне верю тем менее за меньшую цену я могу его продать но с большей вероятности на в итоге он короче мялся мялся я вам чё давай 10 баксов и я тебе отзыв такой-то такой ты напишу там расписал там про отзыв естественно отзыв я писать не буду потому что я не могу отзыв написать я нажимаю кнопку оставить отзыв мне значит система пишет ваш аккаунт упразднен заблокирован вы не можете не оставлять отзывы ничего не заказывать даже не могу посмотреть корзину хотя с приложение с телефона корзину смогу посмотреть ну и в итоге чувак мне на paypal перевел бабки 10 баксов почему-то 10 9 и 15 какие-то проценты там больше десяти процентов получается процент вот меньше десяти процентов процентов 9 наверно куда-то ушли вот но и боль пока мне чувак ничего не писал на его жидко для отзыв напишу ну а я жду когда эти бабки с припала мне упадут на карту сбербанка я сразу же их перевела там они в течение двух пяти дней на карту сбербанка будут падать знаю что можно отозвать могут как-то отозвать да там если кто-то что-то не выполнил какие-то условия мало ли вот так вот так вот отзовет на тебя обратно деньги я значит их сейчас на карту сбербанка скидываю ну естественно с ним будем писать типа где отзыв я просто-напросто не буду им отвечать то что я сто слов сдерживаю я ему там написал что если бабки перейдешь я тебе общение как беспокоить не буду даже отвечать им будем на его сообщение просто даже не не хочу ему говорит что типа ты лошара ты даже не знал что мой аккаунт забанен и не мог никак посмотреть да и в итоге мне хоть какую-то часть денег удалось вынуть из этого гаджета сейчас мне единственный геморрой кому бы его продать кто бы в нем нашел такую изюминку или вот именно такому человеку продать который бы потом про меня плохо не вспоминал что купил говно вот кто не купит может быть кому кого-то будет работать нормально но вот я говорю в качестве что музыку мере шаги смотреть на самом деле у кого не было такое не бэда до 2 тот погоняет вот с этим потрахается с ним с приложением на трахается потом поймешь что-то тут не то пойдет потом пойдет обзор осмотреть и наткнется на моют эти обзорчики и поймет что он был лох что купил полное говнище ночью делать жизнь такая приходится как-то это меня тот продавец в алиэкспрессе развел мне придется еще кого-то развести потом тот чувак продаст еще дешевле потом 4 еще дешевле но 5 продавать не будет она просто выкинет и все смысл это видео был в том что если досмотрели до конца то что оказывается продавцы не знают о том что у его покупателя кто купил какую-то вещь что аккаунт забанен и да то есть выйти можете пользоваться можете брать на понты что вы можете ставить плохой отзыв я знаю что в последнее время банят аккаунты на алиэкспрессе у меня этот аккаунт забанили вообще по непонятным причинам у меня там куплено несколько телефонов вот сейчас еще один телефон жду жду экшн камеру за четыре с половиной тысячи заказал там комплект 2 кума ну нормально такая нафарширована потом покажу как снимает а вот этим называется 9 аш или пизаж короче без пульта вот последней модели посмотрим как снимает впереди будет видос интересно на это видос у меня просто такой экспериментальный я для вас записал можно было конечно и сократить до 5 минут если написать сценарий отрендерить потом в копе ну к сожалению нету времени на это решил вот с импровизировать как все получилось так вот получилось если какие-то остались вопросы по поводу этого кажется пишите в комментариях но я думаю что здесь уже по полной мере ответил ну и нас не забывай подписаться на канал здесь много чего интересного показать вам сейчас у меня телефончике не буду раскрывать какой устроен конкурс был разыгрывать 500 рублей надо угадать какой телефон и заказал потому что силами не подходит galaxy s4 не не подходит сейчас придет третий телефон мы разыграем 500 рублей кто угадает видео будет позже розыгрыш и еще буду делать видео значит как снимает три телефона вот этот samsung это вот я на снимаю на фронтальную камеру сделаем как снимает вот этот телефон и сделаем снимает тот телефон который заказал и фронтальную камеру основную испытаем но тот телефон который там основная камера лучше из лучших всех есть из линейки той фирмы в общем кто в телефонах разбирается возможно догадался что телефон ну хотя приблизительно все собственно это видео подошел к концу подпишись чтобы не пропустить конкурс пока